Американец о том, как он променял родину на Россию и обрел счастье. Стиль ценности. Полночь 8, 6 марта 2020 года. У русских и так много проблем. Американец о том, как он променял родину на Россию и обрел счастье. Тудди. Фото Дина Васильева. Чуть больше года назад лента.ру побывала в гостях у барбера Тудди, который покинул родные штаты, чтобы открыть барбершоп и начать новую жизнь в лучшей. По его мнению, стране мира России. С ног до головы татуированный американец рассказывал о ненависти к родине и геям. Восхвалял Путина, православную церковь и консервативные взгляды россиян. Что пережил Тудди за последние 15 месяцев на чужбине и почему он так сильно полюбил Крым в новом большом интервью. Лента.ру. С нашего последнего разговора прошел целый год. Расскажи, что изменилось в твоей жизни за это время. Тудди. Я понял, что хочу навсегда остаться в России. Я хочу быть гражданином России. Я вот даже женюсь в этом месяце. Бесят только, что мне приходится отдавать слишком много денег, которые остались бы при мне, будь у меня гражданство. Я очень много работаю, а налогов плачу больше, чем любой российский бизнесмен. Конечно, есть и другие нюансы, которые меня раздражают. Вот, например, прописка. Если у девчонки, с которой я планирую жить, нет своей квартиры, возникают проблемы. Арендодатели наотрез отказываются меня прописывать. Почему-то россияне думают, что обычная прописка дает человеку какое-то право на их собственность, что, естественно, полный бред. Фото, Дина Васильева. 1.5 Стало быть, ты успел побывать в Крыму? Да, мне очень понравилось. Крым красивый, теплый. Это вообще чудесное место для жизни. Я считаю, события 2014 года великое достижение России. Почему я хотел бы открыться именно там? По политическим причинам. Так я пошел бы против американских санкций. Я мечтаю открыться в Донецке. Мне нельзя, потому что я гражданин США, но я хочу послать всех к черту и открыться именно там. Довелось ли тебе побывать в других регионах? И очень много. Я объехал почти всю страну с мастер-классами. Я был и на востоке, и на юге. В Крыму, на севере, на Урале, в Сибири. Я видела большие города, и маленькие. И знаете что? Они мне нравятся. Порой даже больше, чем Москва. Вообще моя большая мечта заработать денег и построить дом где-то в другой части России. В Крыму, например, прямо на берегу моря. Да, я люблю российские регионы. Там ощущаешь себя совсем по-другому. Большая проблема россиян в том, что им непременно нужно купить квартиру. У американцев не так. Мы можем снять или купить квартиру, но гораздо больше мы любим частные дома. Если бы я работал в Москве всю жизнь, я бы купил дом за ее пределами. С тремя спальнями, горожем и собственным двором. Вот так я представляю свое идеальное жилище. Из-за этих адских пробок в Москве приходится снимать квартиру в центре. Вот что я вам скажу. Американская мечта это точно не квартира в центре мегаполиса. В квартирах там живут только бедные и студенты. Взрослые люди хотят свой дом. На те деньги, которые вы отдаете за квартиру в Москве, можно было бы спокойно купить дом где-нибудь в мытищах тюдди, но в целом Москва великолепна. Тут ты никогда не увидишь геев, целующихся на улице. Вот за это я и люблю Россию. Русские люди чтят свои традиции, у них правильные консервативные ценности. Я очень хочу, чтобы в России закрыли доступ к западному интернету. Вся эта либеральная чушь Запада засоряет мозги молодым людям, которые уже и так настроены слишком агрессивно. И все-таки Россия свободная страна? Сто процентов. Свободная. Именно поэтому я здесь, а не там. Каждый день в соцсетях я смотрю на США и все больше понимаю, насколько свободнее наша страна. Там меня постоянно блокировали в Instagram. Мои посты удаляли, потому что они, видите ли, обижали других людей. Здесь я говорю все, что хочу. И всем плевать. Я высказывался против извращенцев или геев и меня блокировали. На Западе нет никакой свободы слова. Я устал от этого. Ты не можешь спокойно вести бизнес, не можешь высказывать свое мнение, если ты не гей, не либерал или не феминист. Фото. Собака тит бессрачкнролл барбершоп. При этом меня радует, что власти контролируют СМИ. Ненавижу либеральную прессу, как и самих либералов. Вся эта либеральная, гомосексуальная, феминистическая и продемократическая чушь должна быть запрещена. Демократия вообще в России невозможна, потому что 40 или даже 50% населения ленивые и безответственные люди. Русские люди лишены амбиций. Эта страна просто рухнет при демократии. Вся эта молодежь, орущая, что хочет свободы. Ребята, да вы уже свободные. Вам уже доступно больше, чем американцам. Вы жалуетесь, что Путин будет править еще 20 лет. И дай бог, чтобы правил. России нужен лидер, который дал бы пинка таким людям. Как раз такой, как Путин или Сталин. Русские слишком долго были рабами и крестьянами. Всегда был кто-то, кто диктовал им, что делать. Тидди. Невозможно с такой историей строить здесь демократическое общество. Люди просто не смогут жить такой жизнью. При этом русские они тупые. Здесь нормальное образование. Конечно, в СССР оно было лучше, но и сейчас здесь не так плохо. Ко мне приходят разные клиенты, инженеры, экономисты. Все они большие интеллектуалы. Я бы хотел, чтобы мои будущие дети росли именно здесь, среди них. Как ты думаешь, у россиян хороший вкус? Отличный. Тут есть и рок-н-ролльщики, и хипстеры, и рэперы. Они выглядят абсолютно так же, как и в любой другой стране. Одеваются так же, как европейцы или американцы. Все, что начинают носить в Лос-Анджелесе, однажды доходят и до России. Сейчас это стало быстрее благодаря интернету. Все стрижки, которые я делаю здесь клиентам, я бы делал жителям Лондона, Нью-Йорка или Парижа. Ты с ног до головы покрыт татуировками. Появилось ли что-нибудь новое за этот год? Когда россияне видят меня в первый раз, они, конечно, шарахаются. Но как только я открываю рот и объясняю свои политические взгляды шок, мы никогда бы не подумали, что такой парень, как ты, может рассуждать таким образом. Они могут не любить мои татуировки, но они разделяют мои ценности. Я татуированный парень, но я не либерал, коим обычно считают татуированного человека. С тех пор, как я приехал в Россию, я не сделал ни одной татуировки. Я не могу тратить на это деньги, потому что сейчас мой главный приоритет бизнес. Но у меня грандиозные планы. Я оставил место на левой ноге для России. Вот здесь будут портреты Путина, Сталина и Жукова. Великие люди. А молодежь боготворит Навального и винит Путина во всех своих бедах. Ну, просто они родились в 90-х и не в курсе, что здесь творилось. Они не знают про приватизацию и карточную систему, не знают, кто за всем этим стоял. Фото, собакатит бессрачкнролл барбершоп. Путин отличный лидер. Я любил его, даже когда жил в Штатах. И таких людей, как я, там очень много. Он сильный. Мне нравится его внешняя политика. Я считаю, что все страны бывшего СССР должны вновь воссоединиться с Россией. Россия мощная страна. Спасибо Сталину и всему тому, что он сделал 60 лет назад. Молодые ненавидят Сталина, они орут, он убил столько людей. Да все эти цифры преувеличены. Россия выжила и выиграла войну только благодаря Сталину и Жукову. Молодые российские либералы не знают свою историю. Я тут недавно спорил с одним знакомым. Говорит, Сталин плохой, потому что сделал из людей рабов и заставил рыть канал между Волгой и Москвой рекой. Да это же потрясающая технологическая инновация. Да, там трудились и умирали люди, но они все были уголовниками. Если бы у меня была власть, я бы вообще соединил Москву-реку с Японским морем. И на этот раз вы, ребята, рыли бы намного дольше, нравится вам это или нет. А если революция? Либеральная. Невозможно. Таких как я консерваторов и патриотов в России. К счастью, куда больше. Либералы не станут сражаться в кровавом бою. У них нет армии. Они могут только протестовать. Эта кучка, которая скопилась только в Москве и Питере, вообще не имеет силы. Ребята, просто занимайтесь своими делами и никуда не лезьте. Фото. Собака тит до срачкнролл барбершоп. Как только какая-то страна начинает подражать западу, она сразу катится на дно. Посмотрите на Чехию. Теперь там проводят гей-парады. Они, как все, хотят быть более инклюзивными. И что? Тонут. А Украина? Да где это видано, чтобы на Украине праздновали? Pride? А Грузия? Они хотят в Евросоюз и ненавидят Россию, как все бывшие страны СССР. Вместо того, чтобы вернуться, они повелись на пропаганду. Это их и погубит. Нет, вся Восточная Европа должна вернуться под крыло России. А после этого мы построим чертову стену высотой 100 футов по границе нашей страны прямо от Средиземного моря до Арктики. А через 30-40 лет мы откроем ворота и посмотрим, как будет выглядеть Европа. У Наста все по-прежнему будет отлично. А вот они погрязнут в дерьме. Все, что нам от них нужно, это технологии. А все свои извращения пускай оставят при себе. С извращенцами понятно. А что ты думаешь о феминизме? Зародился он в российских женщинах. Все нормальные женщины в этой стране хотят замуж, они хотят мужа и детей. Америку феминизм изуродовал. Женщина должна быть женой, матерью, и главная женщина должна хотеть этого. И большинство россиянок этого правда хотят. И что это вообще за отношения, в которых жена диктует мужу, что делать? Мужчина вот кто принимает решения. Если мужчины по всей стране перестанут принимать решения, эта страна мертва. Фото. Собака-тит-басрачкн-ролл-барбершоп. Я не верующий человек, но я уважаю русскую православную церковь. Мне нравится то, чему учит Библия. На Западе геи и прочие уроды уже вхожи в церковь. Папа Римский согласился их принимать. А ведь само их существование противоречит Библии. Я не хочу, чтобы Бог одаривал любовью таких людей, я хочу, чтобы Он пришел и уничтожил их. Если все это правда, я мечтаю, чтобы случился страшный суд, и их всех бросили в пекло. Но пока все это только рассуждение. Планируешь что-то предпринять для спасения России? Больше всего сейчас я хочу организовать свой канал на YouTube. Я расскажу там всю правду о политике и о своей жизни. Объясню, почему Россия круче США, и чем наше общество отличается от западного. Дико разозлю американцев. Знаете, о чем будет мой первый выпуск? Слышали об Ликфейсе? Все сходят с ума из-за этой ерунды в Штатах. Белый человек покрасил лицо чернилами, пусть даже в театре, а все кругом в шоке и называют его расистом. А здесь никого не парит эта бредятина. Вот я покрашу свое лицо черной краской и приду так на работу. А потом пройдусь по Москве, и надо же. Всем плевать. У нас тут нет черных балерин, а они обязаны приглашать их в труппу. И в России это никаким расизмом не считается. Фото, Дина Васильева. 1.5 Я знаю историю России лучше, чем большинство россиян. Лучшее время для страны было при правлении Сталина, а худшее это Ленин и большевики. И Горбачев, который разбазарил страну. Если бы сейчас страной руководил такой человек, как Ленин, она была бы на уровне Африки. Все, кто хотят уехать отсюда, убирайтесь, скатертью дорога. Дайте им уехать. Пусть посмотрит на этот рай в Америке. Я стану таким богатым в Америке. Да, станешь. Но если деньги это единственное, что делает тебя счастливым? Я был очень богатым, но совершенно несчастным. Здесь я зарабатываю в разы меньше, но я по-настоящему счастлив. Что делает тебя счастливым в России? Сама страна. Возможность высказывать любую мысль, возможность быть собой. Спокойно вести свой бизнес и не страдать из-за извращенцев, которые каждый день пытаются испортить тебе жизнь. Я вижу свое будущее только здесь. Россия единственная страна, которая выживет. Вот поэтому я и счастлив. Я объехал весь мир, и это первое место, в котором через час после прибытия я понял, ого, мне нравятся здесь абсолютно все. Некоторые думают, что я подставной сотрудник Кремля, что за пропаганду мне платит сам Путин. Знаете что? В таком случае они уже задолжали мне миллионы. Ведь я говорю, все это уже 15 лет. Все взгляды на 100% мои. Конечно, я бы хотел, чтобы Кремль платил мне. Но пока не платит. Беседовала Дина Васильева.